Всем привет! Продолжаем строительство нашего полноприводного дома на колесах. Из-за длинной колесной базы фургона размеры крыши составляют примерно 4 на 1,5 метра. И было бы странно не использовать это огромное пространство. В конце этого видео на крыше появятся две огромные солнечные панели и навес от солнца и дождя. Поехали! Так, а что это у нас тут такое интересное? Ух, там даже не одна, а две. Здоровые! Что-то думал они поменьше будут. Так как на крыше впоследствии будут установлены солнечные батареи, то я приобрел вот такое устройство. Это контроллер заряда аккумуляторов, выполненный по технологии MPPT. Контроллеры заряда солнечных батарей бывают двух типов. Более простые и дешевые это PWM или ШИМ контроллеры, основанные на широтной импульсной модуляции. PWM контроллеры дешевле и проще в производстве. Грубо говоря, солнечная батарея выдает в районе 14-15 вольт. Они берут это напряжение и используют его для заряда аккумуляторов. Что касается MPPT контроллеры, они сложнее, дороже, но у них больше преимуществ. Во-первых, у него выше КПД, то есть, грубо говоря, выше эффективность работы. Во-вторых, он позволяет подавать от солнечных батарей на вход не 12 вольт, а, к примеру, соединить несколько солнечных батарей последовательно и подавать на вход 24, 36, 48 и так далее. MPPT контроллеры более эффективно работают в пасмурную погоду, когда напряжение на солнечных батареях уменьшается пропорционально уровню освещенности. Когда мы соединяем несколько солнечных батарей последовательно, это повышает напряжение и, соответственно, снижает потери тока в электропроводке, пока бесполучная энергия дойдет от солнечной батареи на вход контроллера. Вот она, моя модель указана, трейсер 6420. Максимальное напряжение на входе от солнечных батарей 200 вольт и максимальная мощность солнечных батарей в зависимости от напряжения на входе. Вот она указана, 750 ватт при 12 вольт, полтора киловатта при 24 вольт и так далее. Что ж, давайте посмотрим поближе на устройство коммутации контроллера. Вот здесь находится предохранитель. Здесь два входа для аккумулятора, для подключения аккумуляторных батарей. А здесь два входа от солнечных батарей. Входы рассчитаны на проводку с сечением 35 квадратных миллиметров. Вот тут находятся два разъема для подключения внешних устройств данного производителя. Собственно, я купил дополнительно внешний дисплей с кнопками, который позволяет также настраивать этот контроллер. И вот здесь вот один из вот этих коннекторов, не помню какой, он предназначен для внешнего реле. То есть, грубо говоря, при достижении определенных условий, допустим, на улице наступила солнечная погода, либо наоборот солнце ушло и зарядка электроэнергии пропала, можно включить или выключить какой-либо дополнительный потребитель через реле. Вот это вот внизу у нас датчик внешней температуры. Собственно, сейчас я займусь установкой контроллера вот в этот вот технический отсек. Пока сюда есть удобный доступ. Так, закрепил контроллер солнечных батарей на своем месте. Он сюда влез просто впритык между стеной и вот этими трубками. Но, в принципе, все поместилось. По паспорту сверху и снизу надо оставлять расстояние в 15 сантиметров, но снизу, к сожалению, у меня не вышло оставить такое расстояние, потому что если бы я его поднял выше, чем он есть сейчас, то вот эта вот трубка слива воды из теплообменника начинает очень нехорошо изгибаться вот в этом вот месте. Поэтому из всех зол, что называется, выбирают меньшее. Теперь к нему надо проложить силовую проводочку. Вот в этом вот месте нет душевого поддона и все у нас свободно. Итак, все подключил, все заработало. Давайте покажу в деталях. Вот здесь вот у нас идут два толстых провода сечением 35 квадратных миллиметров на аккумуляторной батареи. Здесь идут два провода на солнечные панели. У них уже сечение 16 квадратных миллиметров, потому что предполагаемое напряжение солнечных батарей будет 48 вольт. Вот они пока просто идут в сторону. Вот сюда вот в порт RJ45 подключается провод для внешнего экрана. Вот, собственно говоря, на нем сейчас показывается текущее напряжение 13,60 вольт, это напряжение аккумуляторов. Так как солнечные панели у нас не подключены, то вот показывается месяц, типа на улице ночь, и вольт, амперы по нулям на входе от солнечных батарей. Также на контроллере солнечных батарей есть еще один выход, к которому я решил подключиться, пока здесь есть удобный доступ. Это отдельное реле, которое активируется с кнопки на внешнем пульте. То есть вот сейчас у меня просто подключен к нему тестер, я нажимаю на кнопку, и тестер показывает, что реле замкнулось, начало пищать. То есть вот с этой вот кнопки можно будет подключать какую-нибудь дополнительную нагрузку, например, обогрев воды или освещение. То есть просто она есть, и как бы я решил, что будет логично ее использовать. Ну и теперь самый интересный момент. Это проверка. Солнечных батарей на крыше у нас пока еще нет, но вот я подключил такой вот источник питания ко входу солнечных батарей. Подставляем его в розетку. Техника начинает оживать. Заморгала зеленым светодиодом. И, собственно, вот. Показывает, что от солнечных батареи у нас поступает 15 вольт, 15,1. И сейчас вот он найдет оптимальную точку работы. Пока месток 0,5 ампер, но сейчас будет побольше. Что ж, давайте покажу, что получилось в итоге. Вот здесь силовая проводочка проложена, лежит на своем месте. Там, где у нас крепеж, на всякий случай, пустил ее в гофре. Контроллер солнечных батарей тоже на своем месте. Все работает. Вот проводка под солнечной батареей. Вот здесь вот установил две силовых колодки. Сюда вот подходит проводочка соответствующего сечения. И вот уже к ним можно будет подключать все дополнительные потребители, находящиеся в задней части салона. То есть там холодильник, освещение, насосы и так далее. Что ж, давайте теперь расскажу про сами солнечные батареи. Если вкратце, солнечные батареи бывают двух типов. Монокристаллические и поликристаллические. Поликристаллические дешевле в производстве, и у них, соответственно, чуть ниже КПД. Монокристаллические дороже, но более эффективные. Отличить их визуально достаточно просто. У монокристалла вот все вот эти вот ячейка, она одного цвета. То есть такого темно-синего, ближе к черному. Если панель поликристаллическая, то вот эти вот ячейки, они все будут состоять из различных кусочков. То есть визуально будет видно, что там между собой переплетены треугольнички какие-то, прямоугольники и так далее. То есть она не будет такой вот однородной, как здесь. Что касается мощности солнечных батарей. У данной модели она составляет 400 Вт, но имеется маленькое замечание при идеальных условиях. Идеальные условия это поток солнечной энергии в размере 1000 Вт на 1 квадратный метр. И температура солнечной батареи и окружающего воздуха не более 25 градусов. У солнечных батарей имеется КПД в районе 18, у модели подороже, ближе к 20%. Что это значит на практике? Допустим, у нас есть солнечная батарея с размерами сторон 1 на 1 метр. Соответственно, она занимает площадь 1 метр квадратный. Если на нее попадает 1000 Вт солнечной энергии и температура воздуха не выше 25 градусов, то при КПД 20% она с этого 1 кВт солнечной энергии воздает 200 Вт энергии электрической. Но, опять же, два момента. Во-первых, сама солнечная панель темного цвета и при своей работе она нагревается. По мере нагрева у нее падает эффективность. Поэтому обязательно оставлять зазор между солнечной панелью и поверхностью в 3-5 см. Для проветривания и, соответственно, для охлаждения солнечной панели. Это первый момент. А второе, все солнечные батареи со временем начинают деградировать. В течение первых трех лет солнечные панели теряют примерно по 3% мощности за год. То есть, через три года она уже будет выдавать 90% своей мощности. После чего оставшуюся часть времени, это называется заявленный срок службы солнечной батареи, ее мощность плавно опускается примерно до 80% по заявлениям производителя. То есть, на все 100% эти батареи будут работать только при идеальных условиях и первое время. Потом их мощность потихонечку будет снижаться. Ну и последнее, о чем хотелось бы упомянуть. Солнечные батареи бывают гибкими и жесткими. Многие спрашивают, почему не ставишь себе на крышу гибкие солнечные панели, ведь они компактные, они занимают меньше места, у них меньше вес. На самом деле гибкая солнечная панель, она представляет собой вот эти вот кремниевые элементы, наклеенные просто на подложку из пластика и покрытые защитной ламинированной пленкой. То есть, ее, допустим, как лист бумаги, не сложишь пополам. Если ты складываешь гибкую солнечную панель в рулон, то у этого рулона должен быть определенный диаметр для того, чтобы вот эти кварцевые ячейки, они просто-напросто не потрескались при складывании. И, собственно, гибкая солнечная панель на крыше автомобиля, она, наверное, будет работать до первого летнего града, потому что ее элементы практически никак не защищены и являются очень хрупкими. Если мы посмотрим на жесткую солнечную панель, вот ее толщина, тут, заметьте, у нас две батареи стоят, вот такая вот ее толщина рамы, и видно, что внутри она полая. То есть, если здесь толщина 4 сантиметра, то тут заглубление, наверное, сантиметра 3. Здесь внутри точно такая же подложка из пластика или какого-то другого аналогичного материала, на котором расположены кремниевые элементы. Вот эти вот мои панели, допустим, они весят 23 килограмма, но основной вес дают отнюдь не кремниевые элементы и не вот эта вот алюминиевая рамка, а основной вес дает 5-миллиметровое закаленное стекло, которое защищает вот эти вот солнечные элементы, расположенные внутри. Собственно, именно из-за стекла вот эти вот солнечные панели являются достаточно тяжелыми. Но это стекло, если я не ошибаюсь, выдерживает падение стального шарика весом, по-моему, 800 грамм с высоты 1 метр. Или вот что-то близкие к тому значению. То есть, оно достаточно прочное и неплохо защищает внутреннюю начинку панели. Что касается еще хрупкости элементов. Вот эти вот все ячейки солнечной батареи, они объединены в дорожки, то есть, они соединены последовательно друг за другом. Соответственно, если какая-то одна ячейка выходит из строя, то выходит из строя вот целая дорожка, то есть, все вот это вот параллельное соединение. Таким образом, при повреждении одной единственной ячейки, там, солнечный модуль, может потерять там в районе 30-50% своей мощности, в зависимости от того, как подключил ячейки производитель. Контроллер работает и дело за установкой солнечных батарей. Субтитры создавал DimaTorzok Вот что у нас получилось в итоге. В принципе, практически все готово к установке навеса и солнечных батарей. Хорошо, что вчера не стал крепить солнечные батареи, потому что ночью пришла в голову одна очень хорошая мысль. Из остатков алюминиевого профиля. При помощи ступенчатых сверел сделал вот такую вот деталь. Сейчас покажу зачем. При помощи толстых саморезов я прикрутил вот эту вот свою деталь к третьей по счету балке поперечни, которая держит солнечные панели. Зачем это нужно? Первая солнечная панель будет своей рамкой заходить вот здесь вот за ней. То есть при торможении вот этот выступ будет дополнительно удерживать ее на своем месте. Помимо вот этих вот крепежных уголков, которые расположены по бокам. А задняя солнечная панель, соответственно, будет просто своим торцом упираться вперед. И этот выступ будет точно так же удерживать и ее. Собственно, если бы эта идея пришла мне вчера, то на земле это сделать было бы намного проще. А так пришлось немножко поверхолазить и посверлить на крыше. Еще немножко ликбеза. Солнечные батареи бывают 12 и 24 вольтовые. Те, которые имеют маленькие размеры и как следствие маленькую мощность, как правило, 12 вольтовые. У нас тут стоят 24 вольтовые, но при этом, если померить напряжение на их клеммах, то напряжение холостого хода батареи будет порядка 43 вольт. То есть практически в два раза больше, чем рабочее напряжение солнечной батареи. Что, солнечные панели закреплены в нескольких точках. Теперь настала очередь моей любимой части установки электропроводки. К счастью, инженеры спринтера предусмотрели, что кто-то, возможно, не захочет сверлить крышу лишний раз. И в задней части, в районе камеры заднего вида, сделали специальную пробку, через которую можно засверлиться. Она сделана из пластика. И пустить электропроводку именно здесь. Это очень-очень радует. Давайте покажу, что сделал. Вот это вот у нас провода, которые идут от контроллера сечением 16 квадратов, потому что у них достаточно большое расстояние. Около, наверное, 5-6 метров получается. Но вот я тут кусок отрежу. Вот это вот провода, которые идут от солнечных панелей. Они еще не подключены, но тем не менее. Вот как они проходят сквозь крышу. Вот здесь вот они аккуратненько выходят, ничего нигде не цепляя. И вон они дальше пошли по крыше, будучи прикрепленными вот к этим вот поперечным балкам. Теперь надо подключить их к выводам солнечных панелей. Для этого необходимо подсоединить соответствующие разъемы и обжать их. Сейчас я это покажу. Вот такими вот разъемами солнечные панели подключаются к электропроводке, соответственно, папа и мама. Разъемы герметичные, рассчитаны на проводку сечением от 4 до 6 квадратных миллиметров. Соответственно, мне сейчас их надо будет закрепить на проводах и обжать. Еще один важный момент, о котором нельзя не упомянуть. Так как длина электропроводки получается достаточно большая, то есть внутри машины это примерно 5,5 метров. И еще примерно 2,5 метра по крыше. То есть это на вскидку около 8 метров получается. Собственно, по этой причине я решил подключить батареи не параллельно друг к другу, а последовательно. То есть вот они, выводы солнечных батарей. Я их сейчас соединяю друг с другом. Таким образом, мы повышаем напряжение в два раза, что должно снизить потери на электропроводке. Сейчас покажу, сколько получается на клеммах в режиме холостого хода. Вот она проводочка. А на клеммах солнечных батарей у нас 87 вольт. Интересно, так что-нибудь будет чувствоваться? Ой, кстати, кстати, немножко есть. Субтитры подогнал «Симон»! Вот казалось бы, солнечные панели уже лежат на крыше. Надо просто прикрутить их уголками к профилю. Что может быть проще? Но только вот в это вот расстояние между навесом и солнечными панелями шуруповерт уже не лезет. Я как-то не предусмотрел этот момент. Хорошо, что был вот такой вот угловой адаптер, через который удалось засверлить эти саморезы под углом. Иначе пришлось бы все разбирать. Панели уже готовы, лежат на своем месте. Вот здесь вот видно, как они соединены последовательно друг за другом. Провод спрятан под профилем, чтобы нигде ничего не торчало. Если будешь в лесу, чтобы ветки его не оторвали при первом же выезде, вроде бы все получилось достаточно аккуратно. Что ж, теперь остается подключить их к вот этой вот проводке контроллера. Надо сейчас подумать, как это сделать правильнее. В общем, в итоге не стал особо мудрить. Соединил провода обычными клеммами, самыми большими, которые только нашел. Решение это временное, потому что вот здесь вот, после того, как будет готова детская кровать, я буду все зашивать. И я пока еще не знаю, как именно пойдет проводка, с какими углами, с какими изгибами. В общем, чтобы не резать под корень, оставил с запасом. И теперь самое время включить систему и посмотреть, как она работает. Ну что? Поехали. Что же ты нам покажешь? Ну вот, пошел заряд. Контроллер определяет наилучший алгоритм работы для солнечных панелей. Вот, 8 ампер. 7,9. Так как батарея у нас практически заряжена, то сейчас ток будет маленький, потому что батареи не могут физически принять в себя большую нагрузку. О, 73 вольт. Уже солнечные панели показывают. Ну, в общем, все работает. Вот, давайте сюда посмотрим. Вот здесь сказано, что заряд идет током 7 ампер. По-хорошему, для чистоты эксперимента надо бы разрядить аккумуляторы какой-нибудь нагрузкой. Там уж на ночь холодильник включить, свет и так далее, чтобы они к утру подразрядились. Ну, а потом посмотреть, как работают солнечные панели в ясную солнечную погоду. Если присмотреться, то становится видно, что солнечные панели закреплены под небольшим углом относительно машины. И электронный уровень это подтверждает. Чуть меньше одного градуса. Сделано это для того, чтобы во время дождя, который сейчас надвигается, солнечные панели могли самоочищаться. То есть струи воды будут просто-напросто стекать вбок, лица с краю вместе с грязью, которая их покрывает, а само стекло после этого должно быть чище. Итак, отличный солнечный день. 12 часов. Небо ясное. Солнце шпарит вовсю. Я отключил солнечные панели вчера вечером, а за ночь подразрядил аккумуляторы. Вот сейчас кулометр показывает, что напряжение на клеммах 11,9 вольт и осталось 31%. То есть они разряжены на две трети. Самое время включить солнечные панели и посмотреть, какую мощность они выдают по факту. Подключил проводочку обратно. Теперь включаем питание всего кемпингового оборудования и смотрим, что будет. Контроллер заработал. Ждем, пока он включится, придет в себя и начнет заряжать батареи. Это меня уже радует. Ток заряда 43 А. Вот она пока что фактическая мощность 545 ватт. Конечно, от заявленной мощности 800 ватт это отличается, сколько, наверное, в полтора раза. Но, тем не менее, это достаточно много. Вся энергия от солнечных батарей теперь идет на дополнительные аккумуляторы в салоне. Видно, что емкость батарейки растет прямо на глазах. Что ж, на этом у нас все на сегодня. Надеюсь, видео вам понравилось и было интересным. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok